Время подводить итоги. Все запланированные наши показатели, они выполнены. Законы Древней Персии. Причем рассматривается история права скорее с исторических каких-то ракурсов. Новый горнолыжный комплекс в Татарстане. Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет. Каким выдался 2022 год для научного сообщества республики, узнаете в сюжете моей коллеги Аделины Абдрахмановой. Все запланированные наши показатели, они выполнены. Все планы в части национальных проектов, республиканских наших проектов, федеральных проектов, все они реализованы. 26 декабря состоялась последняя в этом году встреча главы республики Татарстан Рустама Мениханова и заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой с ректорами вузов и руководителями научных организаций региона. Традиционно на декабрьском заседании подводятся итоги года. На правах председателя Совета ректоров вуза Республики Татарстан ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин рассказал о результатах функционирования высшей школы Татарстана и актуальных задачах ее развития. Ректор университета подчеркнул, что несмотря на все сложности вузам Татарстана удалось улучшить показатели. Например, оборот в Казанском университете за год вырос почти на 11%. Доля внебюджетных доходов выросла с 62 до 66%. Также отметили развитие инженерного направления, которое было поддержано активной работой в тандеме с индустриальными партнерами и государством. Была затронута тема создания передовых инженерных школ. Отдельно уделили внимание передовой инженерной школе Казанского университета «Киберавтотех», ключевым партнером которой является публичное акционерное общество «КамАЗ». Отдельное внимание уделили активному участию Татарстана в программе «Приоритет-2030», которая позволяет вузам получить гранты на развитие. Сюда входят открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научной лабораторной базы. «Приоритет-2030» представляет собой программу государственной поддержки российских университетов, цель которой – сформировать к 2030 году более сотни прогрессивных современных учебных заведений, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа направлена на повышение конкурентной способности России в области образования, науки и технологий. Напомним, что КФУ стал участником трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Университет вошел в первую группу вузов. Всего в нее вошли семь вузов России. Победители, помимо гранта, до конца 2023 года суммарно на всю группу получат более 6 миллиардов рублей. В качестве председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ленар Сафин акцентировал внимание на запуске первого татарстанского школьного спутника КАИ-1. В разработке малого космического аппарата принимали участие студенты и преподаватели Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий, а также лицеисты инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ. 9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета, на борту которой был установлен контейнер для запуска наноспутников. Отметили и разработку химиками Казанского федерального университета материала, широко используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности термопласта. Импортозамещающая технология получения термопластов панилинфиленцульфида разработана совместно с предприятиями города. Производство опытных партий термопласта ПФС стартовало на площадке технополиса «Химград». Основными производителями данного полимера на мировом рынке являются Япония, Южная Корея, США и Китай. Российский аналог полимера, по данным Нобранауки России, не уступает импортному в технических свойствах. Он обеспечивает работоспособность изделий в диапазоне от минус 200 до 220-240 градусов Цельсия, а коротковременно до 270 градусов. Ректор КФУ отметил активное участие представителей Высшей школы Татарстана в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках конкурса «Студенческий стартап» было подано 797 заявок, из которых 135 стали победителями и получили по 1 миллион рублей для развития технологических проектов. Особое внимание в докладе было уделено работе с молодежью. Также Ленар Сафин затронул вопросы научно-технологического развития Татарстана. Не забыли отметить систему развития экспорта российского образования. Здесь, по словам Сафина, наиболее важным достижением стало открытие филиала КФУ в городе Джизак, где уже учатся 360 студентов. В завершении встречи Рустам Мениханов подчеркнул, что несмотря на сложности научно-образовательный комплекс Татарстана в уходящем году работал достойно. Вузы и исследовательские учреждения смогли не только сохранить, но и нарастить свое присутствие в национальном проекте наук и университеты, в других стратегических инициативах социально-экономического развития страны. Адалийна Абдрахманова, Универньюз. Из рядовой курсовой в масштабный научный проект. Именно так можно описать исследования заведующего кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений Эдуарда Рунга. Подробнее в следующем сюжете. Правовая система Персидской империи Ахименидов. Так называется научный проект, реализованный командой Института международных отношений во главе с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Эдуардом Рунгом. Он посвящен выявлению особенностей функционирования правовой системы Персидской империи Ахименидов в VI-IV веке до н.э. По словам Эдуарда Рунга, отправной точкой для реализации проекта стала курсовая работа первокурсницы, ныне исполнителя проекта Алины Исаковой. В процессе совместной работы для всех сразу стало ясно, тема интересна и актуальна как никогда. Ведь историческая интерпретация как древневосточных, так и античных свидетельств позволит пролить свет на правовую систему в целом. На самом деле очень нечасто курсовая работа, причем на самом начальном уровне, может стать основой для такого довольно большого проекта, который будет поддержан финансово и таким престижным грантом, как грант Российского научного фонда. Но в данном случае у нас это получилось. В ходе обсуждения были сформированы основные цели, задачи проекта, направления расписаны. Исследования базируются на соотношении божественного права и царского права возрождения и развития правовой системы в Ахименидской империи. Выявление специфики судебной системы предпринято на основе изучения Института царских судей, их роли, а также полномочий в Ахименидской империи. Ну и, наконец, ключевое – изучение правоприменительной практики на территории персидской державы посредством характеристики известных политических судебных процессов в державе Ахименидов. Проект, скорее, даже междисциплинарный характер носит, потому что он реализуется на стыке исторической и юридической науки. Поскольку понятно, что изучением права, конечно, занимается юридическая наука, но здесь речь идет об истории права, причем рассматривается история права, скорее, с исторических каких-то ракурсов, а не с юридических. Вот в этом, как бы, тоже есть такая интересная оригинальность самого проекта. Российский научный фонд поддержал данный проект и выделил финансирование для его реализации. Дальнейшая работа рассчитана на два года, а в конечном итоге будет предложена модель, которая сможет продемонстрировать функционирование правовой системы империи Ахименидов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В республике появится новый горнолыжный комплекс. Об этом стало известно накануне. Его строительство одобрил глава Татарстана Рустам Мениханов. Какой район республики станет новым центром притяжения туристов, узнаете в следующем сюжете. Горнолыжные курорты Татарстана ежегодно принимают более 100 тысяч туристов. Их число растет с каждым годом. К примеру, по итогам прошлого, Свияжские холмы вошли в топ-10 самых посещаемых курортов России. Реализация потенциала республики во многом зависит от ее благоустройства. Накануне глава Татарстана Рустам Мениханов одобрил строительство нового объекта. Первый проект – это Карабашское море. Это создание курорта на северной стороне Карабашского водохранилища. Внутри проекта планируют создать горнолыжные трассы, гостиницу на 50 номеров, 20 гостевых номеров, ресторан. Общий объем инвестиций – 300 миллионов рублей. Планируется, что на горнолыжном курорте будет задействовано около 80 сотрудников. Общая площадь Карабашского моря составит свыше 7 гектар. На самом деле республика Татарстан имеет выгодное физгеографическое положение. Мы находимся на возвышенности, и наша пересеченная местность именно предполагает развитие такого вида отдыха. Если свярские калмы располагаются в западной части, то мы уже услышали, что инвестиционным советом утверждено проект развивать Карабашское море, то есть горнолыжный курорт, уже в юго-восточной части Татарстана. И я думаю, строительство и те инвестиции, которые будут вложены, как мы слышали, в объеме 300 миллионов рублей, они положительно скажутся. И мы в своей деятельности увеличим доход в бюджет республики Татарстан. Рустам Амундов, бизнесмен, выступающий в качестве инвестора проекта, попросил у властей республики помочь построить дорогу к курорту и подвести коммуникации. Помимо этого, категория земельных участков, на которых планируется создание курорта, будет изменена. Им будет присвоен статус особо охраняемых территорий и объектов рекреационного значения. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюс. В Омске завершился всероссийский конкурс учитель нового поколения «Перезагрузка 55-2022». Лучшей признана команда студентов Елабужского института Казанского федерального университета «Территория роста». Ребята на протяжении двух недель готовились к ряду испытаний под руководством доцентов кафедры педагогики Владислава Виноградова и Алсу Рахмановой. В 2023 году всероссийский конкурс учитель нового поколения пройдет в Елабужском институте. В малом зале КСК КФУ «Уникс» прошло новогоднее представление от подготовительного факультета. Студенты показали гостям свои творческие номера. На мероприятии присутствовал проректор по внешним связям Темирхан Алишев. На этом все. В студии была Камиля Галякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова